Ну что, всем привет! Я рада видеть вас на своем канале, хочу поздравить вас уже с наступившими новогодними праздниками, с Новым Годом, с Рождеством. Пусть этот год будет лучше для вас во всех аспектах. И лично я хочу начать Новый Год на своем канале с серии вопрос-ответов. И после того, как я сняла недавно влог на тему ухоженности, женственности, мне посыпалось именно на эту тематику очень много вопросов. И поэтому в этом ролике я полностью целый ряд, а именно 10 вопросов раскрою, отвечу, и все они будут, как вы уже понимаете, по тематике лоск, ухоженность, женственность. Давайте начинать. И первый вопрос это, кто она девушка лоск? Для меня лоск это не только какой-то внешний тюнинг, что ты выглядишь классно, очень ухоженно, красиво, привлекательно. Нет, для меня это определенный набор качеств, как внешних, так и внутренних. Потому что если ты внешне вся такая классная, красивая, ухоженная, а внутри ты гниль, то это уже для меня априори не может быть лоск. Лоск это внутреннее достоинство, уважение себя, воспитанность. И вот эти качества для меня и есть лоск. Следующий вопрос это, как ты считаешь, бывают ли некрасивые девушки? На самом деле распространенный вопрос, как среди девушек, парней, женщин, кого угодно, вопрос на все времена. В принципе, бывают ли некрасивые или даже какие-то уродливые люди? Я считаю, нет, правда, это без какого-либо лукавства, приукрашения и так далее. Потому что, ну посмотрите, в инстаграме сколько разных видео, как там страшила превратилась в страшную красотку. Во-первых, у всех у нас разные вкусы. Для кого-то это фу, для кого-то это класс. Это не только в красоте, а и в вещах, в выборе парфюмов, мебели, чего угодно. Как сказать, на любой вкус и цвет. Но есть другой момент. Бывают неухоженные люди. Любая внешность. У каждого есть свои проколы. Просто нужно грамотно себя, так сказать, украшать. Заполнять свои какие-то пробелы и пустоты и просто выделять свои сильные стороны. А когда девушка неухоженная, неопрятная, какая-то хамовитая, такая вся неприятная, зачастую нас всегда отталкивает не только какая-то внешняя картинка. Я думаю, было у вас такое, что девушка красивая или парень. Но внутри такая гниль, что просто хочется десятой дорогой обходить и к человеку появляется отвращение. Так вот, это не только из-за внешних качеств, а бывает некрасивой душой. Поэтому, если у вас чистая душа, если от вас вкусно пахнет, если вы всегда, там, я не знаю, у вас чистые волосы, маникюр, не обязательно там какие-то покрытия лаком и так далее, просто для того, чтобы поддерживать свою ухоженность. И я не думаю, что при таких факторах, в принципе, возможно назвать человека некрасивым. Опять же, говорю, что очень многие путают неухоженность с тем, что человек некрасивый. Поэтому нужно просто за собой ухаживать, поддерживать свою внешность, свое тело, свое лицо, волосы, все. Потому что все мы уникальны, и в каждом есть свой изюм и своя красота. И ухаживайте за собой не только внешнее, но и внутреннее, обязательно. Я буду говорить в сегодняшнем ролике об этом еще не раз. Следующий вопрос. Ты во влоге сказала, что не брить ноги зимой, это недопустимо для тебя. Почему волосы? Это что, плохо? Во-первых, это тепло. И во-вторых, этого никто не видит. Ну что за двойные стандарты? Этого никто не видит. Это вижу я. Смотрите. Тут нужно уже действовать вот так. Либо вы всегда так ходите, и даже если вы одна и на людях, и вам ни капли не стыдно, это просто, ну, такая ваша свобода. Ну, вам так комфортно. Вы так живете, вам это нравится. Но другой момент, если, когда вы выходите летом на улицу, чтобы никто не видел, вы там чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. А когда вы дома, вы тут можете, так сказать, распушить все и так далее. Я это делаю лично для себя. Ухаживаю я тоже для себя. Если я остаюсь дома, я мою голову, я чищу зубы, потому что я люблю поднимать себе настроение. Мне в кайф за собой ухаживать. Мне это не влом, поэтому, если вы делаете, потому что кто-то не видит, ну, а как же то, что это видите вы? Вы самый главный человек в вашей жизни. Вы находитесь каждую минуту и секунду с собой. Так у меня вопрос, как вы можете тогда, вы что, не уважаете себя? Я не понимаю этих двойных стандартов. Если вы уже говорите там, что вы ухоженная, вы лоск, так это должно быть с удовольствием. Это должно быть в первую очередь для себя. Переходим к следующему вопросу. Какие качества отталкивают женственность? Тоже поставила это сюда. Ну, как на меня, это помимо там неопрятности, какой-то неухоженности по поведению, да? Это хабалистость, это такая мужистость, как говорят, баба огонь. Там хэ, мэ, тэ, и вот такая вся тут. Ну, это нельзя назвать женственностью какой-то. Это уже перевес в сторону мужских качеств. И вот это именно женственность отталкивает. А если мы берем про какой-то внешний вид, я не люблю говорить про то, что там завязывать пучок или ходить в джинсах, это отталкивает что-то. Я по этому поводу не согласна. Я именно считаю, что отталкивает в первую очередь поведение. То, как вы себя преподносите, там, ту-дун-ту-дун, там, я не знаю. Какая-то должна быть изящность, какая-то воздушность, потому что я считаю, это и привлекает. Вот такого всего-то и у парней хватает. А когда все-таки общаешься с женским полом, хочется видеть что-то такое женственное. Поэтому такое мужское поведение, когда девушка начинает немного делать перевес в сторону мужчины, в сторону мужских качеств, то я считаю, женственность, она автоматически пропадает. Вот следующий вопрос, кстати, очень сильно связан с вот этим, с потерей женственностью. Это драка девушек. Моё отношение, и дралась ли я когда-нибудь? Вот это тоже очень отталкивает, потому что драться, это всё-таки, я считаю, что это занятие мужское. Девушке это делать незачем. Вот лично я никогда не дралась, в плане где-то за гаражами, за школой и так далее. Я все вот эти, так скажем, переговоры всегда веду с помощью языка. Потому что я считаю, мудрость в том, именно у девушки, когда девушка может разговаривать, а не лезть сразу, сказать, да, пошли, мы там будем драться. Вот я считаю, что вот по этому поводу сейчас, особенно у нас 21 век, у нас есть особенное подразделение девушек, которые ведут себя, ну, как девушки лёгкого поведения. Они хабалистые, они невоспитанные, они продают себя за 5 копеек. И вот среди них у нас и происходят вот эти драки, когда мы видим, что одна начала драться, ты там моя ЛП, а я не твоя ЛП, и там на, держи. Что за вообще абсурд? Я не понимаю. Я считаю, что мозгов, воспитания в этом, в этом ничего нет. Я против такого, я считаю, что это вообще не цивилизованно, это некрасиво, это отталкивает. Поэтому это не мой формат. Когда у меня были какие-то стычки на гимнастике, у меня не было такого, что мы видим там в телеграм-пабликах, там что-то такое, какое-то очень лёгкое, и то в силу того, что я тогда ещё не понимала, как можно себя защитить. Потому что, мне кажется, защитить себя с помощью языка, не растеряться и поставить на место ту, кто пытается что-то там на тебя полезть, просто для меня есть такое различие. Либо ты крыса, либо ты кошечка. Вот как вы считаете, девушка такая, которая вся себя уважает, она относится к достоинству, она полезет драться вот куда-то там за какую-то фигню, за гаражи куда-то. Дело не в том, что там ты боишься, или вот ты не выйдешь, ты там ссыкло и так далее. Тут ещё нужно мужество, нужно достоинство, чтобы не пасть, не то что такая вся надменная, а своё достоинство, когда вот туда ты полезешь, ты его автоматически потеряешь. Поэтому, девчонки, я считаю, лучше сражаться с помощью языка и даже не лезть вот туда вниз. И не бойтесь говорить им, что ээээ, я в такие игры не играю, провоцируй меня как хочешь, но я до такого уровня не опускаюсь. Говорить это уверенно, чётко, чтобы была чёткая позиция. Следующий вопрос. Всегда ли ты чувствовала себя уверенно? Ну, конечно же, не всегда. Потому что были моменты, когда я весила, наверное, килограмм на 8 больше, а как вы знаете, что я занималась художественной гимнастикой, я всегда была на спорте, спорт и жизнь. И когда ещё связано плюс с психосоматикой, то, что я поправилась, немного сменила образ жизни и начала потреблять как какая-то сумасшедшая. Поправилась просто была такая прям пышечка. Если вы хотите ролик на тему, как я похудела, как это ушло всё с меня, как я пересмотрела свою жизнь, своё питание, окружение и так далее, то пишите в комментариях, я сниму такой ролик. Понимаете, когда ты резко меняешься, и плюс не в хорошую сторону, ты теряешься, твоя уверенность падает, и ты вроде вся такая же классная, но ты уже не ощущаешь булой какой-то уверенности, такой лёгкости, такой, знаете, силы в себе. И плюс, ещё ключ к моей неуверенности был в неухоженных волосах, не были как солома, я ещё тогда покрасилась, прям так решила вырваться, можно так сказать, оторваться. Так вот, что хочу сказать, что, ну, это было прям капец, потому что плюс неухоженные волосы, вот такое лицо, идёшь такая вся, постоянно кидаешь в себя эти булки, увереннее от этого не становишься, явно видишь свои недостатки. Поэтому я понимала, в чём дело, и когда я с этим справилась, уверенность ко мне вернулась. Поэтому, если вы знаете конкретно, из-за чего вы комплексуете, то, безусловно, исправляйте это, и уверенность к вам вернётся, вы станете увереннее. Просто нужно больше акцентировать на своих достатках, нежели недостатках, и тогда уверенность будет вас нести и будет сопутствующим фактором в вашей жизни. Следующий вопрос также связан. Полнота в девушке, это всегда минус, и как ты относишься к полным людям? Я считаю, что полнота это не всегда минус. Для меня это минус, потому что мне не нравится, мне некомфортно, но есть люди, которые действительно выглядят, вот я выгляжу некрасиво, когда я поправляюсь. Есть девушки, которые правда, они выглядят очень мило, они выглядят очень красиво, и все мы разные, не обязательно быть 90-60-90, все должны быть понятны со своей фактурой, со своим весом, главное, чтобы человеку было комфортно и человеку нравилось. Вот сейчас смотрю турецкий сериал один, и там невероятно красивая актриса, она такая полненькая, но при этом я думаю, боже, какая она красивая, какая она красивая. И вы понимаете, и вот эта полнота, она не отталкивает, и видно, что она очень органична в своем образе, видно, что она уверена в себе. Поэтому здесь дело только ваше, быть худой, упитанной, толстой, это только ваше тело. Я только из соображений здоровья. В каком состоянии ваш организм, ваши внутренние органы, и вот это действительно важно. А по поводу, как я отношусь к полным людям, ну я не делаю разделение полный, толстый, так вот этот толстый, я с ним общаться не буду. А вот эта худая, подойдешь. Нет, ну у меня нет таких разделений, что в плане с теми не общаюсь, а вот с этими общаюсь. Для меня это вообще не проблема, я положительно отношусь ко всем людям, которые привлекают меня в общении. И неважно, я не смотрю на их телосложение. Следующий вопрос, что для тебя недопустимо в женском поведении? Ну давайте, можно так сказать, подытожим. Ну конечно же, внутренние какие-то гнилые качества в плане лицемерства, какая-то там, я не знаю, зависть, злоба, ненависть, хабалистость. Также такая, когда мужистость, но это я в плане, и именно конкретно для меня. Неискренность, какое-то лукавство, когда присутствует. А также недопустимо то, что мы сейчас видим на вот этих стримах в ютубе, и пиар в инстаграме, пять каких-то копеек или деньги. Все, сделаю что хочешь по заказу. Ну никакого достоинства. И в принципе, если уж мы говорим на эту тему, ну если ты пришла туда уже, то с ними там общаются как с мясом, правда. И о каком достоинстве, когда ты ведешь себя там как-то вот так, но ты уже там, и уже все о тебе в принципе понятно. Тут уже, как сказать, ломаться уже смысла и нет. Ну правда, продать себе подороже, но так вы уже своим присутствием там себя обесцениваете просто ниже плинтуса. Поэтому достоинство автоматически теряется. Понимаете, достоинство и воспитанность такие понятия, которые вкладывают в себя в принципе определенные наборы качества, чего ты не будешь делать. Поэтому рассусоливать тут эту тему я не буду. Это все будет очень долго, но просто я думаю, что по моим ответам вы уже понимаете мою политику, как я живу и чем я живу и чего я придерживаюсь. То есть достоинство должно быть важнее всего, и ни за какие деньги ты не продашься. Быть продажной это просто отвратительно. Если я уже стою на своем, то ни за какие деньги ты меня не сдвинешь никуда. Поэтому, девушки, и вам я так советую, потому что вот то, что я сейчас говорю, я сто процентов считаю, что это правильно. Следующий вопрос, какие ритуалы должна выполнять девушка лоск? Ну, во-первых, она ничего не должна, ни в коем случае. Должно быть все происходить по собственному желанию. И чтобы долго не говорить, ну, конечно же, это опрятность во всем. Кожа лица, тело, ногти, зубы, волосы, там, не только на голове. И опять же, еще раз говорю, что не обязательно себе делать полный, там, какой-то тюнинг за тысячи долларов, чтобы выглядеть как такая вот вся обдутая, что уже просто не видно, какой был человек до. Нет, там, операции похожи, чтобы стать на Анжелину Джоли. Нет, 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 я не про то говорю. Не обязательно там вкалывать в себя, что-то себе делать. Все должно быть в меру, и вы должны быть опрятными. Это самое главное. И все ритуалы для того, чтобы поддерживать свою опрятность и красоту. У вас должны быть лидировать более качества женские, более мягкие. Понятно, что в работе нет, но я имею в виду в отношениях там с парнями. И вообще, в принципе, не вести себя как хабалка. Ну и, конечно же, вкладывать в свое самообразование, быть интересной собеседницей и интересным для себя человеком, чтобы оставшись одной дома вам не было скучно. В общем, вкладывать в себя, прокачивать себя и напитывать себя знаниями и ухаживать не только за внешней красотой, за внутренней и за духовной. Переходим к заключительному вопросу. Ухоженной всегда быть тяжело, а уж лоск тем более. Бывают ли у тебя моменты, когда выходишь с грязной головы куда-то? Или это непростительно? Ну, конечно же, бывают, я живой человек, но тут момент, как я себя ощущаю в этот момент. И, конечно же, бывают такие ситуации, когда там ты проспала, у тебя нет сил, ты заболела, у тебя нет времени, просто нет настроения, не хочу. Но момент, бывает это раз в месяц или несколько раз в неделю. Да, у меня бывает, я завязываю себе пучок, делаю там акцент на чем-то другом и иду. Но на следующий день я уже выгляжу уже не на там 80%, а на все 100%. Просто момент, когда вы немножко так себя распускаете и позволяете себе это делать, да, это простительно, потому что все мы живые люди и для всех это можно. Но момент, как вы себя чувствуете, комфортно ли вам и как часто это происходит. Раз в месяц я свободно могу себе такое устроить, если я этого хочу, если я себя плохо чувствую или мне просто лень. Это простительно, и это вас не выбьет из ряда лоск. Поэтому, дорогие мои, на этом все. Сейчас я выпью водички. Спасибо большое, что вы посмотрели этот ролик. Пишите в комментариях, как вам мой ответ и на какую тематику вы хотите следующую серию. Я планирую их еще несколько. Ставьте пальчик вверх, пишите комментарии, делитесь там своими впечатлениями. Будем общаться. Подписывайтесь обязательно на канал, для того, чтобы быть в курсе всех событий. И не терять меня из виду. Бейте в колокольчик. Спасибо вам, что уделили мне свое время. Ну и до встречи в моих следующих роликах. Всем пока-пока.